В минувшую субботу Каспийск стал площадкой проведения открытого регионального турнира по настольному теннису среди мужчин на призы муфтия шейха Ахмада Афанди Абдулаева. Соревнования прошли на базе Дворца спорта имени Али Алиева и объединили 370 участников из всех уголков республики и городов Северо-Кавказского федерального округа. То есть из Чечни, из Кабардино-Балкарии, из Карачао-Черкесии, из Ингушетии тоже наши гости есть, мастеры, которые приехали принять участие. В прошлом году было в Махачкале, такой же турнир республиканского масштаба, было у участников 220 человек, а в этом году около 400 участников, и мы вышли на Северо-Кавказский федеральный округ. Показать свои способности на турнире могли спортсмены разных возрастных категорий. Самым юным участником стал 9-летний Абубакр Нурлаев, а самым старшим – Сион Абрамов, которому в этом году исполнилось 79 лет. Несмотря на возраст, оба игрока сражались со своими противниками на равных, за что были награждены призами в отдельных категориях. Настольный теннис, он помимо того, что развивает физические качества, он нас еще и объединяет. На сегодня это очень важно и очень актуально проводить вот такие мероприятия, спортивные мероприятия, где можно реализовать не только свои физические возможности, но и укреплять отношения. В церемонию открытия турнира посетили президент Федерации настольного тенниса Республики Дагестан Константин Аванесов, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Зайнал Салатуддинов, помощник муфтия Республики Дагестан Мухаммед Расул Саладуев, а также другие представители власти и чемпионы мира по вольной борьбе, боксу и джиу-джитсу. Проведение данного мероприятия является большим праздником для жителей Республики Дагестан. Уверен, что еще больше людей присоединятся к игре настольный теннис и здорового образа жизни. В одном из самых спортивных регионов нашей страны. Помимо основных спортсменов, на соревнованиях выступили и гости из Кабардино-Балкарии, мастера спорта по настольному теннису Владислав Чембарцев и Альберт Уножоков. Они провели захватывающую супер-игру, в ходе которой победителем стал первый спортсмен со званием «Красная стрела». Игрокам вручили награды и денежные премии в размере 20 и 30 тысяч рублей. Сегодня у нас в нашем городе Каспийска проходит региональный турнир по настольному теннису на выход СКФУ. Это Северокавказский федеральный округ тоже в том числе включен. То есть из Чечни, из Кабардино-Балкарии, из Карачао-Черкесии, из Ингушетии. Тоже наши гости есть, мастера, которые приехали принять участие. В прошлом году было в Махачкале. Такой же турнир республиканского масштаба было у участников 220 человек. К этому году около 400 участников, и мы вышли на Северокавказский федеральный округ. И у нас в планах есть на следующий год тоже провести мероприятие. Уже запланировали, уже на российском масштабе, на все российском, будут приезжать самые именитые спортсмены. И в этом у кого есть большие рейтинги. По результатам игры победителем турнира стал 17-летний Магомед Ахмедханов из Унцукульского района. Он был награжден золотой медалью, кубком и денежной премией в размере 120 тысяч рублей. Серебро выиграл Ислам Чагадуф из Кабардино-Балкарии, а бронзу – житель Ставропольского края Михаил Чембарцев. Они получили призы 70 и 50 тысяч рублей. Отметим, что для участников была подготовлена увлекательная культурная программа. Перед ними выступил государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана». Также своим номером удивил дагестанский богатырь, многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Амар Ханапиев. Редактор субтитров А.Семкин